Барах, пожалуйста, вопросы тогда. Через минуту больше не понимаю, сейчас уже готов ответить на вопросы наши. А, и все получилось, да? Судя по бумажкам, это близко к истине. Давайте вызов у кого-то. Значит, Мишель Англиев, пожалуйста, задача 1.5.2, прокат 3.3. Он не удовлетворяет условию, нашему условию полнарности. Самая интересная лемма, это 1.5.8 по номеру, да? Значит, все готовы рассказать, молодцы. Пожалуйста, Артур Бегеев, 1.5.8. Я номер не прикрутил, да, это вот та самая лемма, которая самая важная. Хорошо. 282А, пожалуйста, это геологи, если я правильно понимаю, формула Эйлер для лентгемикуса, да? А Иван не сделал 282А. Так, если я правильно понимаю, более общая формула записана для произвольной, для дискусс... Нет? 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 НА Иван... Верн, otив... Нет? 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 Продолжение следует... 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 Ну, проявлено, где вашу отказатель будет использоваться, что продувающие обувисти, проявлено. Ну, я хочу, ну, все открытые. Открытые. Ну, конечно. А, если может быть, да? Ну, и человек какой-то. А, значит, все равно, когда сидит не с вами, да? Ну, как сказать, это не правильно. Вот так. Вести. Для остальных. Во, конечно. Да. Ну, ваше. Восемье 7,а. После, который уже для тебя. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас даны два отображения графа G в плоскость Мы хотим доказать, что расстановки их пересечения когомологичны Мы просто проверим, а проверим общего положения Да Сначала мы докажем это для отображений, которые отличаются только внутри одного ребра Сигма То есть на его концах совпадают и в остальных точках тоже Давайте рассмотрим любую точку O, которая находится в общем положении с вершинами всех ломаных, которые получились при отображении F и G из графа G Рассмотрели такую точку O Тогда для любой вершины C из образа графа G соединим O и C ломаный, находящийся в общем положении с остальными вершинами Любой образ выражается в соединении O и F от C F от C Ну замкнутая и ломаная Объединение F от Сигмы и G от Сигмы это тоже замкнутая и ломаная? Попробуем Попробуем В объединении с O, F от D И в объединении с F от C А O, F от C это ломаный? О, F от C это ломаный тоже А Ну напишите неаккуратно O, F от C, D Сказать просто что-то такое Ну в общем да Не возражаю если будет написано неаккуратно или не скажется правильно Но возражаю если будет написано не правильно В общем замкнутая и ломаная Являющаяся объединением Образа ребра C D При любом из этих отображений И ну вот этой ломаной Обозначимого гамма от C И гамма от D То есть Гамма от C Мы обозначаем ломаную Соединяющую точку O С F от C И находящуюся в общем положении С остальными вершинами Разве отрезок не будет Зачем прочитать ломаную Ломаную не отрезок? Ну да, можно отрезок Вот, тогда у нас есть две замкнутые и ломанные Тогда они пересекаются в четном числе точек Поэтому Обозначим эту кривую за S Поэтому Обозначим эту кривую за S Четность Четность числа пересечений Замкнутой ломаной S С ломаной F от C D Она равна Сумме по модулю 2 Пересечений Этой ломаной S И этой ломаной S Теперь Обозначим за M Множество таких вершин Ну, не совпадающих с A и B Что Что Сейчас, секунду Что Соответствующая кривая Соединяющая образ этих вершин с O Пересекает Ломаную S В нечетном числе точек А А Тип Черная точка Черно-белая Разгласка Ну, да Для экономии Черно-белая Разгласка Не на В принципе Делается Роблана То решение, которое Мы создали в прошлом Черно-белую Рассказку Я не использую Чуть ленее Но мы не можем Так Теперь Давайте рассмотрим Разность Становок Пересечений Для F и для G Что это такое? Поскольку F и G Отличаются только Внутри ребра Сигма То Достаточно Рассмотреть только Все пары Двух ребер Из G со звездой Вида AB И CD Где CD и AB Несмежны Ну, а B у нас фиксированы Точки Это Концы Ребра Сигма А CD Мы выбираем По всем Тогда Как мы доказали Модуль Пересечения F от CD С С С Он Равен Суме Вот Таких Модулей Пересечения Таких Двухломанных С кривой С С Сейчас С С С Так 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 Сейчас Да По всем Ребрам CD Таким Что их Пересечения С Пусто Сейчас Модуль Гамма С Пересечения С Плюс Плюс Друг Друг Еще раз • Друг В качестве • • • Opera Так, и что это такое получается? Мы хотим их выразить через когомологию. Через сумму кограниц. Так, ну это в точности сейчас получается число ребер, выходящих из f от c. Сейчас, ну число ребер, выходящих из c в вершину d, которые не совпадают с a и b. То есть это у нас как раз получается сумма по всем вершинам из m. Чего? Сигма от a, b и этой вершины. Не сигма от d, а лучше произносить вообще негречество у основа кограницам. Да, кограницам. Кограницам, она определяется независимо от ображения f. А, точно, точно. А вот в другую часть формулы там просто f от c и f от d от c и d. Вот, то есть мы доказали, что такие два пересечения, которые отличаются только внутри одного ребра, как гомологичны. Сейчас, ну, за последний раз можно сказать, во-первых, радостный или сторонний полок от 2. Ну, это, естественно, по модулю 2-то. И почему я делаю? Сейчас, ну, потому что мы суммируем по всем ребрам cd несмежным с a, b. Сейчас. И тогда... Подсказка, предыдущее сравнение, которое мы выбрали в качестве левого ребра, не используемся. А ты можешь, или все-таки нужно его использовать? Ну, вот это утверждение? Да. Ну да, мы, конечно, используем. То есть мы число пересечений... Теперь нужно вместо суммы этих сумм, тут условия, нужно рассматривать сумму по всем cd, несколько из чужого с а процентами, да? Почему эта же сумма равна сумме петровить? Ну, мы рассматриваем вот такую разность, по моду 2. Сейчас. Доказываю, что, да, лучше я вам написать. Смотрите формулировку, да, и напишите вместо этой суммы, сумму вот таких величин. Вот такие, да, что-то было, ну, самое неочевидное место было, по крайней мере, явно скоммунированное, и желательно не даже запасно. А вот, нужно ли время, Артунь, или благоскому страну? Да. Наверное, нужно немножко. Хорошо, тогда спокойно поднимемся. Значит, подсказывайте формулу Эйдера, где-то выйдут, и радостно выйдут. А, вы что, будете в артуре, наверное? Да. Да. Артунь, вы готовы? Да. Да, мне нужно не исправить ошибку в формулировке. Подожди, нет, отрицание которого... Не было, они ее не нашли, да, или... Это я неправильно стимулировал, да. Ну, значит, конечно, должно быть по модулю 2 сравнимо не с нулем, а со следующей величиной B-sigma tau. Это количество вершин, ребра tau, между вершинами ребра sigma. Ну, то есть, если sigma это пара из вершин V1, V2 таких, что номер V1 меньше, чем номер V2, то B-sigma tau можно так определить, как мощность пересечения отрезка с tau. Вот. И, значит, теперь для того, чтобы доказать отрицание этого утверждения, нам нужно доказать, что существует такая пара sigma tau, для которой, значит, равенство не выполняется по модулю 2. Вот. А для этого достаточно доказать, что если мы просуммируем по всем sigma tau выражение слева и справа, то есть вот этой, вон то, то мы получим по модулю 2 неравенство. Вот. Ну и действительно проделаем это. Во-первых, мы заметим, что следующая сумма равна 1 по модулю 2. Вот. Ну, здесь я... Не, начните с лёгкого. Почему? Если я вот такие суммы просуммирую, то почему тут получится 0 по модулю 2? Получится 0 по модулю 2. Ну, хорошо, значит. Для того, чтобы доказать, мы можем переставить знаки суммирования. Вот. И достаточно... Сократятся, да? То есть там будет куча равных другого слагаемых, и они сократятся. Или они правы? Ну, я немного по-другому сделал. А что вы? Вот. Я не знаю. Может быть, это слишком не общий подход, но для К3 он работает. Вот. Значит, я переставил знаки суммирования. Вот если будем суммировать по Сигма Тау, вот. Ну, я переставил знак суммирования вот сюда по Сигма Тау. Ну, это не по Сигма Тау, а по В и Е, а? Кстати, ну, поэтому лучше писать в таких ситуациях. Ну, по В, а суммирование по В и Е, чтобы вы же не ошиблись. Потому что если есть некоторое сложное множество, то лучше суммировать по его элементам, записанным в нормальном виде, а не в сокращенном. Ну, я там внизу написал. Ну, да, лучше, конечно, писать сумму по В и Е. Вот, значит, мы фиксируем В и Е и суммируем по неупорядоченным парам Сигма Тау. Следующий индикатор. Ну, и оказывается, что для каждого В и Е следующая сумма будет равна 0 по модулю 2. А просто, ну, как бы не по модулю 2, а просто можно легко убедиться, что она равна 2. Потому что вот мы берем в картрите некоторую вершину, некоторое ребро. В картрите лучше по-другому нарисовать. Значит, мы берем в картрите некоторую вершину, некоторое ребро, на которые вершина не лежит. Вот, и считаем количество... В основном, эта сумма будет равна степени этой вершины в дополнении этого ребро. Степени вершины... Но она будет равна степени вершины, если вот эти две ударимы. Нет, не есть две ударимы, если ударимы. Вместе с трёх. Да. Вместе с трёх. Вместе с трёх. Это сумма на этикаторе будет равна степени вершины. В графе полученной в нашем удалении не просто ребро, а в каких-то миллионах был до консультаций. Да. Сколько при таком гибели не получается цехов, простите, ничего? Даже равна. А вот, правда, правда. Да. Ну, можно почитать, да, что будет сумма равна двойке. Ну, и, значит, получили, что 2. Следующая сумма равна нулю. Вот. Ну, и здесь нам заставляется некоторая свобода в том, как именно у нас за нумерованные вершины графа К3-3. Вот. Ну, я выбрал следующую нумерацию. Вот. Здесь можно легко посчитать сумму по Сигма и Тау к В Сигма Тау. Вот она равна тройке. Что это делать? Вы не слышите. Что? Эта сумма даже от картинка не зависит. А чисто картинка помогает посчитать эту сумму, потому что у суммы есть простая интерпретация геометрическая, поэтому я проиллюстрировал. Вот. Ну, это можно достаточно простым перебором показать, что она будет равна тройке при такой нумерации. Ну, здесь, как бы, ваш картинка как раз выглядит доказательство. По правилам, что вы ее привели, по правилам, что вы пальцам оказываете, она от перебора избавляет. Ну, все вроде получено по теоретии. Да. Есть вопрос. Значит, ну тогда спросить вам. Здорово, что вы в самом конце картинки обортились. На самом деле, здесь тоже стоило обортились. Ну, как-то вот эти индикаторы стоило как-то нарисовать на картиночке, как-то. Ставим. По правилам, мы с вами будем. Как-то переделать. Ух! Так. Позже времени. Ух! 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 Продолжение следует... 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 Итак, нам нужно доказать формулу Эйлера для графа на ленте Мебиуса. Неравенство Эйлера для ленты Мебиуса. Пусть у нас дан граф G, изображенный на ленте Мебиуса без самопересечений. Тогда для данного изображения графа на ленте у нас определено число граней, обозначиваемого как f. И утверждается, что выполнение равенства число вершин графа G минус число ревер графа G плюс число граней графа G больше либо равно единице. Я думаю, что это не верно, попробую придумать, кто-то поймет. А. Я написал, кто-то поймет. Сейчас, ну как, что-нибудь вида, что нам позволит. Ну, например, сейчас у нас просто на гране у нас... Кто может из публики? Сейчас, но можно как-то не связывать. А, три вершины не связывать. А, типа... Нет. Нет, нет. Соус-вязный даже написан. Не будет, например. Связный. Почему так? Почему тогда? Попробуйте степить. Попробуйте, чтобы все решили, думаю, это очень нравится. Мне очень интересно, мы хотим, чтобы он не пересекал в другую. Ну, это мы хотим, а то-таки, какой-то пример. Мы хотим, а то, что доказательство не получится, а то, что будет неверно. Да, в случае, правда, есть, как нравится. Вершина. Вершина. Ну, в этом случае понятно, что нужно, как бы, проверить. То есть, если есть, например, он вот такой вот, там, ну, два-крата, две вершины, одно ребро, одна грань. Чему равно в данном себе писать? Так, ну, f равно 1. Нет, там еще. 2-1. Еще 2-крата. Мы следуем. Нет. Нет. Наизусть. Ну, вот, кривая, ну, да, неинтересованная. Да. То есть, вот кривая. Это нужно включить, может быть, верношен граф. Да. То есть, он в качестве режима граф с кратковыми ребрами. Ну, мы знаем, что от этого лейберровая характеристика в этом музее не зависит, а поэтому ставить тут вершины нет. Неважно, да. Вы равен 2, не равен 2, не равен 2. Это равно 1. 1. 2. 3. А, 3. 2. 3. 3. Ну, сказать, что граница ленты миобиуса не должна... Ну, чтобы наверняка можно сказать, что некоторая окрестность границ ленты миобиуса не содержит точек из образа графа. Ну, это, как бы, конечно, наверняка может быть. Да. Если там, если компактные множества не пересекаются, то для нервности можно даже сказать, что их очень нагрессы не пересекают. Ну, это всегда как бы. Да. Просто графника искает благотворенность в интернете миобиуса. Это достаточно. Ну, и, как я говорил, если кому-то, по-моему, слово кажется не эстетичным, то есть, что мы можем посмотреть на ленте миобиуса, как бы, типа, плоскость, там, у кого вы чините. Пожалуйста, давайте. Итак, для начала найдем на ленте миобиуса... Ну, будем говорить отрезок, который не пересекает, ну, не проходит по вершинам исходного графа. И, ну, соответственно, пересекает только некоторые ребра графа G. Проведем и рассмотрим окрестность изображения графа. Рядом с данным мы рассматриваем отрезок. То есть, есть разные отрезки на ленте миобиуса? Ну, как... Видимо, у нас граница одна. Мы требуем, чтобы отрезок в конце отрезка на ленте миобиуса. Да. Но этого достаточно. Любой отрезок с какими-то, 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 какими-то. Так, ну, по сути... Почему спрашиваю? Вот, если я вот такой отрезок возьму сюда, потом пройду до ленты, вот сюда. Это будет дариться или нет? Так, это, по сути, где у меня используется? Ну, а если я не... Ну, для ваших доказательств не нужно объяснять, то есть тот-другой отрезок. Просто скажите человеку, а какой нужен вам? Уж если тот не гордится, чтобы он не участвовал в доказательстве. По сути, они все должны быть равнозначны. Ну, у нас... Ну... Может, неплохо эти философии, какие ответственные обозначены, какие имя, да? Для главного доказательства чего-то не очень нравятся. Что нам нужно при разбудении? Если мы просто вырежем... Ну, да, нам нужно... Да. Ну, один, который... Ну, по сути, такой отрезок, который... Ну, что... При... Ну... который соответствует некоторой склейке квадрата в данную ленту миобиуса. А, ну, хорошо. То есть, когда мы берем какое-то слое слое слое, если вот тот, как бы, заковылим, который нарисовал в данном слое 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 слое, тем больше не будет. Так. Теперь модифицируем граф G получим определенный граф G' Собственно, как мы делаем, берем концы этого отрезка, в некоторых окрестностях этих концов добавляем две новые вершины, соответственно, соединяем их двумя новыми ребрами и дополнительно соединяем их ломаные, не проходящие через исходные вершины. Ну, более мы добавили к нашему графу этот отрезок, да? Включаем две его концевые висячие вершины, правда? Да. Да. Так. Теперь разрежем ленту мебиуса по этому отрезку. Получим некоторый граф, изображенный на плоскости. Собственно, новый граф изображен на плоскости, будем называть G с двумя штрихами. И посмотрим, как соотносится число вершин, ребер и грани графа G' с соответствующими числами у графа G'. Ну, соответственно, пусть отрезок, условно говоря, отрезок-разрезы пересек K ребер, ну, K ребер исходного графа G'. Тогда у нас каждая эта вершина при... ну, каждая из этих K плюс 2 вершин... Да. Ну, если мы пропустим доказательства для V&M, рассмотрим самое интересное для графа. Нормально для G' с двумя штрихами, которые делятся. Ну, как отвечаете? Ну, просто написано. Да. Написана формировка, доказательства для V&M, а хотите смотреть? Да. А? Хорошо, да. Ну, тогда расскажи. Ну, по сути, мы просто аккуратно считаем... ну, каждый из вот этих K плюс 2 вершин графа G' после разрезания будет соответствовать паре новых вершин графа G' соответственно, число вершин увеличится на K плюс 2. число ребер также... ну, между этими K плюс 2 вершинами лежит путь из K плюс 1 ребра, поэтому, ну, каждое ребро этого пути, по которому мы разрезаем, ну, будет соответствовать паре ребер графа G' G' и, соответственно, G' это E' E' плюс K плюс 1. И также я утверждаю, что число граней у графа G' и G' G' штриха равны. По сути у графа Жаштрих можно выделить внешнюю грань, которая содержит границы исходной ленты Мёввеса, можно выделить внутренние грани. При каждой внутренней гране графа Жаштрих естественным образом будет соответствовать внутренней грани графа Ж2 штриха и внешняя грань графа Жаштрих будет соответствовать единственной внешней грани графа Ж2 штриха. Для этого нужно Чтобы это сказать, нужно заметить, что у нас действительно внешняя грань одна. Мы можем от этих двух добавленных крайних вершин пройтись некоторой ломаной вдоль границы ленты Мёбиуса и, соответственно, из любой из этих точек перейти в любой из этих. Ну, на данном рисунке рассматриваем на окрестностях. И тогда после разрезания у нас не добавится новых грани, не склеятся старые грани. Условно здесь был наш отрезок... Ну, здесь проходила наша граница разреза. У нас данные две области принадлежали одной грани, и они всё ещё соответствуют одной грани, так как можно из точек отсюда пройтись сюда по некоторой ломаной в окрестности, собственно, пути разреза. Теперь осталось... Ну, теперь для плоского графа G два штриха у нас имеется неравенство Эллера для графов на плоскости. Она имеет вид F штрих штрих минус E штрих штрих плюс V штрих штрих больше либо равно двум. Подставим, соответственно, наши выражения для величин с двумя штрихами, выраженным через величину с одним штрихом. И получим, что в графе G штрих выполнялась доказываемая неравенство Эллера F штрих минус E штрих плюс V штрих больше либо равно один. Осталось заметить, что при переходе от G к G со штрихом данное соотношение не увеличивается. Ну, грань минус, гребра плюс, вершина. Нужно ли это комментировать? Нет, про то, что при добавлении множества, когда мы все еще не разрезаем, еще до разреза для интермебиуса, когда мы модифицируем наш исходный граф. Данное соотношение не увеличивается. Можно ли что-нибудь стереть? Ну, это все можно стереть, точнее, все программы можно стереть. Так, это еще не рассказываем. А вот это уже можно стереть. Это можно, да? Окей. Данное соотношение не увеличивается. Так, нет, это будет путь с нашими уже имеющимися G и G штрих. Пусть H и H трих. Зачем мне там значение? При прибавлении грандой графа на регистрируемся, количество грандов увеличивается не более чем на них. Можно совсем не писать, но записывать то же самое на углевом языке. Зачем? Рассмотрим добавленное ребро нашей грани. Ну, у нас был старый граф, был новый граф. Они отличаются на ровно одно ребро. Это ребро должно содержаться в некоторой грани исходного графа. Итак, ну, эти две вершины принадлежат одной грани, значит, можно рассмотреть часть границы. Это границы, соединяющие данные вершины. Так. Ну, по сути, это не нужно. Нам достаточно доказать, что число компонент связанности грани увеличивается не более чем на один. Рассмотрим некоторые две точки в окрестности добавленного ребра. И рассмотрим некоторый путь. Скажите, какие две точки начали вы сегодня не прокачиваете одну? Можно взять середину. Две точки такие, что отрезок их соединяющий пересекает добавленное ребро. Вот, что мы хотели. Так, это, по-моему, это пригодится. То есть, если мы нашли бы вот такое, за вот такие две точки взять нельзя, да? Ну, как делать, да? Можно выбрать произвольное звено этого ребра, да? А, ну, произвольное звено, взять его середину и построить отрезок на середине перпендикуляре к данному звену. Так, чтобы точки были на расстоянии эпсилона, ну и эпсилон определится последующими рассуждениями. То есть, если он лишний, если он лишний, то просто любой отрезок, пересекающий произвольный звено, заменомленный его середине, не пересекающий нашлованную, в любую точку. Дегантский парадный, приходит грантный парадный. Итак, грань – это по определению связанные компоненты поверхности. Так, что он, по-моему, всего, как регулятор тоже попал. А, ну да. То есть, ну, в принципе… Ну, ну, локально это плоскость. Если вы не получаете, по-моему, вполне много перпендикулярностей не поет, мы ставим, да, но это, это, если же не важно. Итак, рассмотрим две точки исходной грани. Ну, так как грани – это связанные множество, то должен быть путь, соединяющий эти две точки. Если он не… Внутри, целиком лежащие внутри грани. Ну, соединяющие. Как разный граф, а разный грани? Мы рассматриваем конкретное изображение графа на поверхности. Два графа? Ну да. Какого графа? Исходного. Ну, это простой случай. Если существовал путь, который не проходил по новому ребру, то этот путь также существует в графе после добавления ребра, и, соответственно, эти две точки также принадлежат одной грани. Интересный… Нужно сказать новому графу. Да. Одной грани нового графа. Так. Соответственно… Давайте здесь, без подробностей, как вы говорили в прошлом году, любую точку этой старой грани можно соединить либо с этой, либо с этой, путем пересекающим нового ребра. Да, да, да. Поверху получится не более одной или одной компонентной. Да, можно. Можно модифицировать. И будет стараться. Компонент этой точки, компонент этой точки, возможно, даже совпадающей не будет никаких других компонентов. Спасибо. Тогда садитесь, дайте мне микрофон, я кое-что попробую эту задачу произнесу, и потом продолжим дальше. В чём тут некоторая прелесть, и она же некоторая трудность. Вы знаете, что… Ну, есть обычная формула Эйлера, да, для плоских графов. Вы знаете, что у неё есть две половинки доказательства, разные по сложности. Значит, есть половинка В минус Е плюс Ф меньше или равно двойке, да, но есть половинка В минус Е плюс Ф больше или равно двойке. Значит, эта половинка означает, что грани не очень много, да, что, например, у дерева только одна грань, да, не более одной, а значит равно одна. Она доказывается просто, так сказать, но это задача об обходе препятствия, да, точки можно соединить. И эта половинка, ну, раз она так просто доказывается, она справедлива для произвольной поверхности. Ну, как бы, а с другой стороны, во всех применениях формулы Эйлера используется не формула Эйлера, а вот такое неравенство Эйлера, поэтому эта лёгкая половинка, она лёгкая, но бесполезная. Вот это неравенство Эйлера для плоскости или для сферы, и именно его аналог мы доказываем, да. Естественно, как бы его хочется доказать, ну, раз поверхность, скажем, ленты Мёбиуса строится с клейкой прямоугольников, то свести к прямоугольнику, а прямоугольник к плоскости, да. Но это по-разному можно делать, и можно делать так, что за количеством граней, за топологическим объектом трудно будет следить. Значит, поэтому мы берём наиболее, так сказать, ну, максимальное разрезание, да, то есть режем и поэтому, и добавляем это в наш плоский граф. Ну, я не знаю, можно даже вот это добавить в наш плоский граф, да, чтобы получился настоящий прямоугольник, да, так сказать, ну, граф внутри прямоугольника, к которому можно применить обычную формулу Эйлера, точнее обычную неравенность Эйлера для плоскости. Вот. Но потом ещё в переходе от такого хорошего графа, который содержит и такой отрезок, и, возможно, границы ленты Мебиуса, при переходе от него к произвольному графу используется аналог лёгкой части формулы Эйлера для плоскости. То есть в переходе к сложной, ну, в доказательстве сложной части формулы Эйлера для поверхности используется лёгкая часть, ну, некоторая идея из доказательства лёгкой части для плоскости. Вот. Ну, всё-таки вот тут не получается, так что аналог этого, аналог этого совсем, но независимо друг от друга куски разбить. Основная лемма, которая нужна здесь, нужна как бы и для того, и для другого куска. Понятно? Вот. Хорошо. Давайте, может быть, чтобы не оторваться с применения, посмотрим, потом вернёмся к графам. Пожалуйста, теорему Риммана. Так. Ну, утверждение спит в том, что если у нас, что у нас не существует двух непересекающихся окружностей на ленте Мебиуса, то есть мы хотим применить формулу Эйлера. Можно считать, что наши окружности не пересекают границу лента Мебиуса, потому что мы к ней всегда можем расподклеить ещё небольшую полоску. Для этого не изменится факт то, что не разбивает. Ну и после этого можно апоксимировать уже ломанными, то есть перейти к графам. Вроде же у нас исходная окружность – это ломан. Исходная? Ну… Да. Никаких технологических причин не пытаемся изучать. Ну, тогда даже… Ну, всё равно можно считать, что они не пересекают границу лента Мебиуса. Ну, тогда просто рассмотрим граф, стоящий из… То есть возьмём какие-нибудь две точки на этих окружностях, так как граф не разбивается, то между ними есть какой-то путь. Так лента Мебиуса не разбивается. Ну, получим вот такой граф. У него… Ну, легко видеть, что у него две вершины и три ребра, и основное, что нужно доказать, что у него одна грань. Ну, действительно, так как раньше у нас граф не разбивался, единственное, что надо доказать, что между этими двумя точками, которые лежат очень близко к новому, ну, с разных сторон нового ребра, есть путь. Ну, соответственно, как мы этот путь построим, пройдём пути до одной окружности, ну, до одной из окружностей, потом обойдём её один раз. Так как у нас лента Мебиуса не очень простая, то, возможно, мы придём не в эту точку, а вот в эту. Ну, тогда просто надо сделать ещё один круг, и мы уже придём в эту точку. Это легко видеть. Ну, и, соответственно, пути построим. А, ну, и даже проще, чем для ТОР, да? Да? Для ТОР нужно было какие-то наполнительные построения, или вот это такое. Ну, тут... Да. Никаких проблем вроде бы. Ну, для ТОР тоже ничего сложного. Ну, да. Ну, тут проблем нет. К счастью. Здорово? Так. Ну, давайте, тянули, да, Артума, как лучше, да, потом опять... Угу. Значит, спорту, чтобы не сделать задание. Да. Угу. 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 Тут нужно добавить вот такую штуку. Вот эту формулу нужно сделать. Да, я сейчас все перепишу. Еще раз добавить. И только последнее доказывать. Так. Вот. Мы перешли к такому равенству. Отсюда... Ну, давайте еще один подготовительный шаг. Мы переходим вот к такому. Можно писать, например, это мы уже произносили фактически. И здесь мы видим, что тут, по сути, идут отдельная сумма по С и отдельная сумма по Д. Причем это слагаемое встречается ровно в стольких Д-шках, сколько есть ребер смежных с С и не смежных с Б. Поэтому это можно переписать, как сумма по всем С не равно А и Б. Тогда тут же... Ну, если с этого глупого используют, то же самое и М... Ну, да. Давайте... М скажем... Ну, у нас множество М есть. Давайте... Е скажем. Е. Множество М, к счастью, нет, но против Е я не высказываю. Сумма по всем Е не равно А и Б. Чего модуль О, F от М при сечении с С умножить на элементарную границу по М от А и Б? Да. Ну, не знаю, я потом опять напишу М, так что уже сразу. Вот. Ну, надо сказать, что на самом деле мы складываем не скаляр, конечно, а отображение из G со звездой в Z2. Ну, понятно. Сейчас. Тут мы не скаляр закладываем, к счастью. А, ну да, да. В сумме как бы складывается вычет полной границы. И умножение, да, обычное умножение этих вычетов на какой-то скаляр. Вот. И тогда... Ну, в принципе, уже всё. Но можно сказать, что сумма по всем М не равно А и Б, и таким, что к тому же... Вот эта штука, эта для М равна единице по модулю 2. Так это слагаемое можно убрать. И просто сумма по всем М из какого-то множества вот таких штук. Элементарных границ. Ну, и из этого уже получаем, что F и G как гомологичны. Вот. Мы доказали это для отображения, отличающихся внутри одного ребра. Теперь хотим для вообще любых. И если просто парень, то есть какая-то разница? Ну, тут есть нюансы, потому что никакое решается. Ну, Артур, посмотрел по отображению общего положения. Но они не обязательно общего положения будут относительно другого. Ну, этого не у нас нет, потому что одно из них это... Ну, так надо обрезок, конечно. Ну, да, можно сказать, что одно из них это отрезок, переводит ребро в отрезок. Тогда да. Вот. Давай, кстати. Ну, комментарии последние. Вот в этом месте это со множество типа не слагаемых, да? Ну, буквы всё-таки пишутся не так, а даже пишутся по-другому. Дельта. Ну, какой-то похожий. По-другому. Или? Да, ну. По-другому. И тоже по границе обозначается не дельта с индексом ТМ от АВ, а дельта от М до АВ. Ну, вроде так тоже было в абструкции или... Говорить правильно, но не важно, чтобы нестандартные обозначения использовались в будущем, но лучше использовались в данном. Ну, и теперь давайте докажем, что если два отображения F и G отличаются только в какой-то вершине и выходящих из неё ребрах, то они какомологичны. Давайте рассмотрим... Ну, эту вершину обозначим А. Рассмотрим F от А и G от А. Две точки. Рассмотрим такую окрестность F от А, что в ней нет никаких вершин, никаких ломаных. Ну, получаемых из ребер при отображениях F и G. Ну и нет, соответственно, никаких образов вершин. Тут у нас есть какие-то ребра, входящие в F от А. Ну, отрезки ломаных. И давайте построим новое PL отображения H следующим образом. мы соединим F от А и G от А ломаной, находящейся в общем положении со всем, что у нас тут есть. И вдоль этой ломаной сдвинем все вот эти ребра туда. Каким образом? Ну, то есть, проведем их достаточно близко к ней, все эти ребра так, чтобы они были соединены теперь не с F от А, а с G от А. Теперь мы получили новое PL отображение H. Оно отличается от G только внутри нескольких ребер, поэтому H как гомологично G. Осталось доказать, что H как гомологично F, но это так, потому что оно получается из F несколькими движениями родомайстера. Они сохраняют как гомологичность. Если может там ребра какие-нибудь пересекают и так далее. Вот. Ну все. Давайте мы оставшуюся задачу из домашнего издания, которую не сделали форму, полишаем. Сначала. И начнем все-таки с примера, как доказать, что из ленты-мидруса невозможно были две не пересекающиеся ленту. Давайте я такую наиболее естественную с точки зрения нашей теории доказательства постараюсь озвучить. А потом посмотрим, в чем проблема и как ее преодолевать. Да. Действительно, пусть из ленты-мидруса можно вырезать две не пересекающиеся ленты-мидруса. Тогда на каждой из них имеется вот такая окружность. Ни одна из них не разбивает исходной маленькой ленты-мидруса. Поэтому не разбивает и большой. И в итоге на этой большой ленте-мидруса мы нашли две окружности, объединение которых его не разбивает. Вот такой план. Давайте посмотрим, что с этим планом не так. С этим планом не так, что аналогично можно доказать, что диск невозможно вырезать из плоскости. А конечно можно. Вот рассмотрим диск, пусть он вырезан из плоскости. Рассмотрим на диске вот такую окружность. Она его не разбивает, а плоскость разбивает противоречие. Получается, что этим методом можно доказать неверную вещь. Как подправить? Ну пожалуйста, там кто-то предлагал уже. Будем считать, что мы по краю можем проводить ломану? Какую ломану? Но мы там по краю не исключили. Мы точно не можем. Но мы точно это сделали не по краю, но мы в доказательстве этого не использовали. И поэтому оно неверно. Если доказательства дополнить какими-то деталями, которые будут использовать, что не по краю, тогда будет шанс доказательства правильным. Надо, видимо, предположить на полу вложений где-то построить явный путь. Да, это один из способов. Действительно, как бы возьмем на большой ленте без произвольной две точки и попробуем построить путь не пересекающий ни этой окружности, ни этой окружности. Для этого сначала с одним произвольным путем, я рисую кривую, а на самом деле, конечно, всегда мы имеем в виду ломаную. Если этот путь не пересекает ни этой окружности, ни этой, то всё отлично. Если пересекает, то за счёт приведения его в общее положение можно считать, что пересекает в конечном количестве точек. И для каждой такой точки рассмотрим два соседних звена этого пути. Если они устроены вот так, то заменим вот такую пару звеньев на вот такую. на вот такое большое количество звеньев. За счёт такого преобразования каждый из которых осуществляется со своей отдельной маленькой ленте минусом. Мы получим путь уже не пересекающий ни этой маленькой срединной окружности, ни этой маленькой срединной окружности. Нормально? Вот, хорошо. Ну, в принципе, опять же, эту идею можно обобщить. Можно доказать аналогично, что если одна поверхность лежит внутри другой поверхности, и здесь есть окружность, не пересекающая край этой поверхности, то тогда, если эта окружность не разбивает меньшее, то она не разбивает большее. И, в принципе, этим можно дальше пользоваться. А, ну, то есть, да, я как бы тоже это использовал, конечно, но не очень явно. В любой точке на окружности есть окружность, сближающаяся в ленте минусом. А так правильно? Да. Ну, опять же, как бы, тут, конечно, это тоже нуждается в каком-то обосновании, да, потому что мы же берём точку здесь, но эта точка здесь, да, и нужно доказать, что окрестность в этом большем ленте минусом, она устроена так же, как и окрестность в меньшем. То есть, не может получиться так, что окрестность точки в большем ленте минусом устроена вот так, что она в меньшей лежит только с одной стороны, да? Ясно? Ну, поскольку, опять же, мы имеем дело сломанными, да, тут уже как бы дело формализации. Понятно, что если мы на такие тонкости смотрим, то уже нужно чёткое определение, а что значит, что одна ленте минусом вырезана из другой, да? Чёткое определение у нас такое, что, как бы, это мы представляем в виде гиперграфа, это мы представляем в виде гиперграфа, и если существует такое представление, что такой гиперграф является под гиперграфом вот этого, да, то тогда называется, что можно вырезать, да? А раз это гиперграфа, то доказать, как бы, соответствующее утверждение легко, да? То есть, тут, как бы, как только мы приводим кусочнолинейную формализацию, сразу нужно становится очевидным. Доказывать то же самое в топологическом смысле, да? То есть, если есть вот такой подножист трёхмерного пространства, такое подножист трёхмерного пространства, непрерывное инъективное отображение одно в другое, да, тогда гораздо труднее, но мы этим, так сказать, в курсе топологии нигде топологическими вещами не будем заниматься, а будем только кусочной линейной или гладкими. точнее, будем, если это будет бесплатно, да, как мы в прошлый раз доказывали такие, что граф К5 даже топологически невозможно вырезать из плоскости, не потому что это нам было очень интересно, а потому что это было легко, да? Ну и чтобы всё-таки показать, что иногда даже топологические вещи доказываются легко. Вот, но тем не менее всё-таки получается, что нереализуемость, ну, невырезаемость вот такая доказывается не напрямую из неравенства рима, а чуточку по-другому, да? Вот, поэтому давайте я вам покажу другой способ, ну, или там, выберите, что понравится, у меня такого однозначного мнения нет, что лучше. Так, пока я показываю способ, давайте я, так сказать, добровольца попрошу стереть с доски, ну, всё, кроме вот этого места, на котором я буду рассказывать, вот той тряпочкой хорошей, чтобы потом мы на свежую голову начали новую тему. Вот, собственно, план такой. Достаточно доказать, что граф К5 не связан К5 не лежит в ленте Мегиусу. Тогда, как бы, этот граф лежит здесь, лежит здесь, и поэтому, если это можно вырезать из ленты Мегиуса, то мы на ленте Мегиуса изобразили без самопересечения вот такой граф, да? Достаточно доказать. Согласны? Ну, как бы, ну, это, конечно, не очевидно, да? Потому что, ну, если я формулу Эйлера применю к этому графу, неравенство Эйлера применю к этому графу, то ничего не получится. Или даже если я возьму, как бы, одну копию графа К5, вторую копию графа К5, соединю ребром, да, чтобы граф стал связан. При неравенстве Эйлера ничего не получится. Потому что нет никакой оценки на количество грани. Вот. Но, тем не менее, это доказать можно, нетрудно. Давайте я сначала с неформальной иллюстрации начну. Дело в том, что граф К5 на поверхности, это примерно то же самое, что неразбивающая кривая. Вот. Ну, почему? Потому что если есть, ну, почему если есть граф К5, то как прямо в нём выделить некоторую неразбивающую кривую? Значит, я возьму одну вершину графа К5 и рассмотрю выходящие из неё ребра, ну, в порядке их обхода на поверхность, да. То есть, вот, если я нарисую на поверхности малую окружность обходящую данную вершину, то ребра будут именно в этом порядке. Тогда утверждается, что вот эта вот кривая будет неразбивающей. Я взял, как бы, два ребра, выходящие из этой вершины через одну. Почему? Да. Потому что, ну, локально вот эти вот две точки по разные стороны, да. Ну, вот в окрестностях этой вершины эти две точки по разные стороны. И они соединяются вот такой вот кривой, не пересекающей с жирной, да. Ну, а мы убеждались, что для того, чтобы доказать, что некоторая кривая не разбивает, достаточно доказать, что вот такие две точки, находящиеся по разные стороны, локально по разные стороны от неё соединяются кривой, не пересекающей нашей, да. Понятно или слишком быстро? Так, ещё раз. Если графка опять нарисована на поверхности, то на поверхности имеется прямо в этом графе неразбивающая крива. Более того, ну, здесь это не будет нужно, да, но объединение вот этой кривой и вот такой тоже не разбивает. Почему? Ну, грубо говоря, по тому же самому, да. То есть, если есть, ну, две точки локально по разные стороны вне объединения, то можно, как бы, ну, уже двигаясь только вдоль этих кривых, да, на поверхности, прийти от одной к другой. Ну, всё-таки, что мы доказали? Значит, мы доказали, что если это... А, ну, аналогично доказывается, что если есть несвязное объединение двух копий графа К5, то в одном выделю такую кривую, в другом выделю аналогичную кривую, даже их объединение не разбивает. Понятно? Вот. Значит, поэтому я доказал, что отсюда вытекает теорем Риммана, то есть, ну, Риммана для ленты минуса. Ну, и в другую сторону тоже, наверное, справедливо, потому... А, да, поясню, почему в другую сторону справедливо. Если есть неразбивающая кривая на поверхности, то как по ней построить граф К5, вложенный в поверхность? Очень просто. Значит, я беру эту кривую, беру, как бы, две точки локально по разные стороны, да, и тогда у меня имеется вот такой вот крест, да, причём не просто крест, а отрезка этого креста обходится ровно в таком порядке при обходе вокруг этой окружности, вокруг этой точки. Вот. Значит, раз окружность не разбивает, то имеется, ну, во-первых, так сказать, имеется вот, ну, вот построим, так сказать, вот такие пять вершин, да, две точки выбранные и три точки на не разбивающей окружности. Раз она не разбивающая, то существует такой путь, соединяющий вот эти вот точки, ну, и не пересекающий вот эту вот окружность, да. И, наверное, всё остальное, ну, в принципе, если я начал с этого, а потом строю вот это, то путь вполне может пересекать вот эти вот точки, да. Но я, значит, ну, по-другому, я сначала построю путь, да, а потом уже, ну, путь не пересекает окружности, поэтому он не пересекает некоторые окрестности окружности, а, значит, я в маленькой окресте этой окружности дострою вот такой, как бы, так сказать, цикл длины 4. Вот получил изображение графа К5 на плоскости, на поверхности. Вот. Ну, и, так сказать, если есть две кривые объединения, которых не разбивает, то я аналогично строю две, ну, не связанные объединения двух копий графа К5, с которых не только каждая вложена, но и они две друг с другом не пересекаются. Вот. Так что я доказал и в другую сторону. Так что, в принципе, теорема Риммон даже равносильно, да, тому, что невозможно вы... тому, что ленты мы будут или не содержат не связанного объединения двух копий графа К5. Вот. Ну, да, естественно, собственно, для произвольной поверхности наибольшее количество не разбивающих кривых, то есть рот поверхности, равно наибольшему количеству вложенных по парам не пересекающихся копий графа К5, которые можно изобразить на поверхности. Так что в этом смысле, ну, вот эта теорема, это и есть версия теоремы Риммона, и в этом смысле неполонарность графа К5, это и есть версия теоремы Жордана. Вот. И это действительно так, то есть неполонарность графа К5, она совершенно отдельно от неполонарности других графов состоит. там, то есть, ну, для других графов там нужно использовать формулы Эйлера или какие-то другие способы доказательства неполонарности, да, и они, конечно, будут опираться там на теоремы Жордана, либо напрямую, либо через формулы Эйлера, либо как-то ещё. Вот. А для графа К5, ну, на самом-то деле, в этом смысле делать то, что обычно делается, то есть выводить неполонарность графа К5 из формулы Эйлера неразумно, потому что всё равно, чтобы формулу Эйлера доказать, нужно фактически теорему Жордана доказать, да, а теорема Жордана – это и есть неполонарность графа К5, да, почти что. Вот. Ну, то есть, уж если мы доказали теорему Жордана, то проще не выводить из неё формулу Эйлера потом из формулы Эйлера неполонарность графа К5, а сразу неполонарность графа К5, да, это очень близкое утверждение. Ну и как бы для плоскости это всё философия, которая не очень интересная, а для поверхности это уже довольно интересный, содержательный факт. Ну опять же это некоторый разговор, а как всё-таки теперь доказывать вот это напрямую, не через теорему Риммана, а на первых даже через теорему Риммана нормально, потому что мы всё-таки, ну вот ту трудность, которую мы преодолели через путь его модификации, мы преодолели вот на этом языке, и что как бы чуть попроще. Но можно и сразу это из формулы из неравенства Эйлера вывести. Значит мы как бы умеем делать вот это, но поэтому неудивительно, если вот это будет доказываться аналогично. Это умеем, как делать вот это? Значит пусть на поверхности нарисовано несвязанное объединение двух копий графа К5. Ну собственно я проимитирую то, что уже было. Значит тогда я построю здесь неразбивающую кривую, построю здесь неразбивающую кривую, соединю их таки некоторым отрезком, лежащим в поверхности, и вот к этому графу, да, докажу, что вот этот граф, такие очки, да, не разбивает поверхность, то есть грань только одна, и получу противоречие из неравенства Эйлера. Понятно? Вот. Так что в принципе, ну факты близки друг к другу, поэтому вывод их из неравенства Эйлера почти одинаковый, дело вкуса, да, то есть одни любят сразу более сложную картинку, и из неё более простую получать, да, а вторые любят иметь как бы более простую картинку, и из неё дополнительное построение более сложное получать. Ну так сказать, вот. Понятно? Так, ну это мы разобрали пример, и на самом деле в этом главная трудность алгоритма, остальное всё попроще, если я правильно понимаю, перерыв нужно устраивать, да. Вот, тогда перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok